Всем привет! Мы пришли на концерт! Концерт? Какой концерт? А почему никого нет? А где все? Коронавирус! Ааа, мама моя, коронавирус! Какое сегодня число? Число, сейчас я проверю. Ладно, неважно. Какое это число? Октября 2020 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Рафаилом сегодня решили взять вас на небольшую прогулку. Карантин у нас пока что не отменился. Отменят, ты думаешь? У меня ощущение, что нет. Но вакцины не нашли? Заразу не победили? Да не в заразе дело. Понимаешь, не отменят они карантин, потому что не хотят они открывать храмы и театры. Действительно, все театры и храмы открыты. Вот закрыты, вернее. Открыты или закрыты? Закрыты, закрыты. Ты же знаешь. Вот скорее открывают кафе, скорее открывают бассейны, но театры и храмы закрыты. Вы скажете, а какая связь вообще между театром и храмом? На самом деле связь есть. И мы сегодня хотим с Рафаэлом очередной раз, может быть, удивить вас какими-то необычными рассуждениями, знаниями, но к концу этого выпуска я уверена, что вы поймёте, что наши рассуждения – это абсолютно не демагогия. Это, во-первых, личный сценический опыт, который у меня и у него есть. Немножко по-разному, но очень большой, большую часть жизни мы всё-таки провели на сцене. Да мы сейчас на сцене? Слушай, разве мы сейчас не на сцене? И люди в нём актёры. И все мужчины и женщины в нём играют свои роли. Да, потому что на самом деле театральное искусство и вообще любое искусство является частью нашей с вами жизни. Да дело не даже в этом, это игры. Люди же играют. Если им лечить одни игры, будут другие игры. Сейчас это просто мир других игр. Технологических игр или компьютерных игр. Но всё тоже как бы это как играть с воображением, как мозг создаёт какие-то миры. А если кто-то скажет, что у меня нет воображения, я вообще никогда ни во что не играю. Я вообще человек серьёзный, положительный. Я хожу в церковь, я хожу на работу, я дома исполняю все свои домашние обязанности. Но если полицейский будет арестовать человека, у него не будет свой костюм, он будет иметь право арестовать тебя? А если учитель не будет стоять перед доской? Будет ли он учителем? А если мама перестанет быть мамой в доме в смысле её поведения? А если епископ будет в купальнике? А если батюшка будет в кроссовках? Правда же? Получается, что на самом деле у каждого есть своя игра. На самом деле даже в семье у каждого человека есть своя роль. И психологи говорят, что когда бывают конфликты в семье, слышишь, когда бывают конфликты в семье, нужно иногда поменять роль свою. Это бывает очень сложно, потому что, например, строптивый подросток, вот он уже вошёл в роль, что когда мама говорит ей, ты почему надела короткую юбку опять? Я у тебя забыла спросить. Она уже привыкла так отвечать. Она привыкла реагировать вот так на мать или на отца. А мать привыкла тоже пилить и отвечать определённые вещи. Точно так же муж с женой могут играть определённые роли. Начальник и подчинённый. Все играют какую-то роль. Они даже могут этого не осознавать. Это игра в жизни, которая есть у каждого, абсолютно каждого человека. В принципе, актёр в театре делает то же самое, только контролируемо и осознанно. Так вот, правильно ли это, спрашивают наши зрители. Правда же, спрашивают наши зрители. А это вообще правильно? Может быть, нам всем прекратить вообще играть? А мы можем прекратить играть? Вот люди, которые не актёры, не артисты, они могут перестать играть в своей жизни. Нет, это способ просто организовать хаос. Конечно, можно выйти с точки зрения, что всё хаос. Что я не мужчина, ты не женщина, я не папа, ты не мама, я там чего-то, не знаю, я треугольник. Я такой треугольник, у меня такая специфика, все меня обижают, не понимают, но я на самом деле треугольник. Или я розовый. Я вообще розовый слоник. Я такой вот весёлый розовый слоник. Не получится. Не получится, не получится не играть. Нет, у меня будет аватар такой, розовый слоник. Все будут меня знать, как розовый слоник. Хорошо, ты можешь себе поставить аватар, хоть мистер маршмеллоу, есть такой сейчас популярный пюрец, он на голове зефир такой надевает из картона, и вот он всё время в этом зефире выступает. Так вот, понимаете, всё равно не получится, потому что игра связана со способом общения. И вот если мы с вами посмотрим в далёкое прошлое, у нас Рафаил специалист по далёкому прошлому, и обратимся к театру, это к раннего древнегреческого периода, когда были мистерии, да? Вот сейчас давай, твоя очередь. Но это другое дело, потому что это совсем предусматривает совсем другой тип общества. Во-первых, полис, греческая полис, это как деревня, на самом деле, это не город. Да, там у них своя и армия, и свой как бы способ управления, и политика, но в принципе это очень ограничено по количеству населённых мест, и в древнем Афине посещение театра, это даже не было что-то развлекательное, это был часть нашего гражданского долга. То есть это был способ как полис, то есть город, общество собирается вместе, обязательно все театры находились у подножия храмов, так что связь с религией была, вот, и я, конечно, об этом всём читал много, и знаю это всё как теоретически, но когда я побывал на самом деле в Афина, я просто это вот, и с первого раза я вот понял, что это действительно так. Ну подожди, а какая связь, говорят наши недоумевающие, я думаю, уже зрители, немножко обалдевшие от таких мыслей, ну какая связь может быть у театра с храмом? Это же абсолютно противоположные вещи. Разные функции, но не противоположные как бы, хоть обычно, если мы читаем творения святых отцов или рано христианской литературы, мы видим, что какой-то конфликт есть, но вся идея трагедии вообще, это идея о разных противоречивых конфликтах, вся древногреческая философия строена на эти разные стихии, там день, ночь, огонь, вода, раб, господин, мужчины, женщины. Вот это какой-то способ понять вот этот хаос, который нам так кажется, устроить какой-то некий порядок в этом мире. И вот когда человек сидел и смотрел на сцену, как развиваются все эти конфликты, или как иногда герой, то смиряется, то не смиряется. Наоборот, он хочет быть как боги. Или боги вдруг приходят и заставляют человека вырваться из этих границ, которые у него есть. Он видит что-то другое. Но ведь у каждого человека, ну почти у каждого человека иногда есть ощущение, что он не совсем принадлежит этому миру. Это вырождать и религиозные мысли, и философские мысли. И вот зритель в древногреческой трагедии, он мог все это видеть перед глазами. Он же знал, что это тоже игра. Но это игра, которая была связана с тем, что у него в душе. И это некая метаморфоза, катарзис. Это цель театра. Это чтобы человек очистился, что он увидел все эти маски, все эти разные первоплощения. И это какой-то шок, который дает ему возможность прыгнуть уже вверх. То есть связь в том, что театр, так же как и храм, предлагает человеку определенное действие. Действие. Мы не даром называем священно действие. Литургия. Литургия – это священно действие. И театр тоже предлагает действие. И через это действие передает определенные образы. И через эти образы, впитывая, впуская их в себя, человек очищается, меняется, получает божественную энергию. Получает определенные энергии и получает общение с высшими сферами. А вот теперь давайте мы с Рафаилом немножко переместимся, а вы заодно увидите, куда мы пришли, где мы находимся. А потом мы поговорим с вами об этой интереснейшей теме. Иди, иди, иди вперед. Ну вот, мы переместились немножко в тенек, а заодно хотим показать вам само место, где мы находимся. Этот концертный зал вообще-то находится в историческом месте. Это называется Брихад Хасултан или бассейн Султана. И пруд Султана. Да, Султан его не строил. Строил его Ищирад Великий. Просто при Султане Сулеймане Великолепном это место было отремонтировано по тогдашнему последнему слову науки и техники. Был заменен, заменены большие сегменты глиняного водовода. И вот в таких водохранилищах искусственных хранилась вода. В Иерусалиме же нету рек. Откуда вода у нас берется? У нас есть источники. Вот такой бассейн наполнялся источниками, и из него уже по трубам вода поступала. Это целая система, это целая отдельная вообще тема, очень интересная, большая. Но сейчас опять же из-за коронавируса нет возможности свободы перемещения, чтобы все это поснимать. Но кое-что мы вам показали. И этот бассейн совсем до недавнего времени был, в общем-то, собственно, бассейном. Мой дедушка еще купался здесь, прямо где мы сидим. То есть концертный зал здесь сделали гораздо позже, в 70-е, наверное, да? А по дороге есть очень красивый Сабиль. Кто смотрел мои экскурсии по Иерусалиму на Топусе, уже знает, что это фонтан для питьевой воды. И вот как раз-таки сохранился Сабиль, построенный султаном Сулейманом Великолепным. Когда он отремонтировал бассейн, он построил и Сабиль, чтобы путники, идущие лифлеем, паломники могли пить. Да, но народ не очень знает, что здесь обычно происходит. Честно говоря, я рад, что ничего здесь такого шумного нет. Потому что я помню, когда мы жили тоже вот в этом районе, недалеко отсюда, вот каждый выходной, каждый четверг, там, суббота вечером или воскресенье вечером шли просто концерты всех звезд израильского эстрада. И не только израильского. Однажды мы не могли уснуть. Я говорю, Анна, Анна, ты не понимаешь, мы страдаем, а люди завидуют нас, потому что... А что это был за концерт, я уже не помню. Ну, какой-то Дайер Стрейтс, или я не помню. Вот самые такие вот имена, которые люди прямо покупают, билеты за полторы тысячи шекелей, чтобы вот сидеть где-то далеко и слушать. Музыка из ада. А мы это слушали все время. А я говорю, Анна, ты не понимаешь, это уже даже не из ада, это классика для людей уже. Это классика... К сожалению, оперы здесь редко. Ну, тут всякие стинги, всякие такие как бы вот все эти... Ну, бывали какие-то оперы раз в тысячу лет, но это очень редко. В основном это такие, знаете, звезды, которым уже за 70, но они еще что-то поют. Или Ялголан. Помнишь, Ялголан? Как там говорили? Звезды восходят на западе, заходят на востоке. Да, ну вот это как раз про Израиль. Ну да, Квин без Фредди Меркьюри, всякое такое. Так вот, продолжим нашу интереснейшую тему, которую мы с тобой затронули, и о задаче зрителей целым рядом знаков вопроса насчет связи театрального искусства и молитвы, храм. Ну, во-первых, мистерии, о которых Рафаэл говорил, древнегречески, это были религиозные действия. То есть это однозначно была часть религиозной жизни общества. В дальнейшем театр отошел от религии, естественно, но механизмы остались. И вот по этой, наверное, причине наблюдается такой феномен, что искусство в Израиле, не обижайтесь, друзья, по цеху, бывшие во всех областях, искусство в Израиле не процветает. Никакое. Не исполнительское, музыкальное, не хореографическое, не театральное. Нет, я не говорю, что у нас нет театров. Они есть. И хореографов. Нет, ребята есть очень талантливых. Но здесь как будто что-то мешает. Что здесь мешает вообще? Почему? Не фонтанирует оно. Страна определилась как религиозно-юдейская. И в этой религии, если войти как-то глубоко, все самодостаточно. Нет необходимости в юдаизме, нет необходимости в культуру. Это как что-то такое внешнее. То есть я знаю религиозных людей, которые или слушают, или играют баха, и это им в кайфе. Но это как хобби. Человек, если он живет по, то что называется, халахе, халаха или галаха, это такой ряд законов, ему в принципе ни Бетховена, ни Шекспира, ничего не надо. А в западной культуре это не совсем так. Есть момент, где это необходимо. Правда, можно сказать, что если человек живет строго, по-православному, то же ему по большому счету тоже ничего не надо и так далее. Но в конце 19-го, начало 20-го века были попытки и у Станиславского, и у Михаила Чехова найти вот эту связь между этими мирами. На мой взгляд, им это не удалось, но вот этот поиск есть, и он важен. Между какими мирами? Дело в том, что в Иерусалиме, вот я могу сказать, как человек, не родившийся здесь, приехавший сюда художником. Я с раннего детства жила на сцене, и для меня жизнь без сцены, без классической музыки была совершенно немыслимой, ни в каком варианте. И так сложилась судьба моей семьи, что я оказалась здесь на первом курсе, когда заканчивала первый курс в консерватории московской. И вот жизнь изменилась. я почувствовала очень сильно, что несмотря на мою силу воли, несмотря на мои какие-то всё-таки мечты и стремления, которые тогда были в том возрасте, не идёт, не в том дело не складывается карьера, здесь не идёт. Этот поток, он куда-то девался. То есть есть культура полиса. Это то, что было у древних греков. И в некоторых европейских городах тоже это как-то есть, это как-то существует. И я думаю, что даже в России есть надежда, может быть, что вот такое тоже будет каким-то образом, может быть, будет процветать. А здесь, я не знаю, может быть, через 200 лет, если будут какие-то фанатики, а именно искусство. Может быть, что-то и будет. Вот ты думаешь, в этом причина. Есть вакуум огромный. А мне кажется, не только в этом причина. Вот ты понимаешь, а мне кажется, причина в том, что Иерусалим, это действительно как врата небесные. Вот как в Кабале говорят, да, еврейские мудрецы. Действительно, здесь есть открытая дверь в какой-то совершенно иной мир, в мир горний, мир вышний, который здесь ощущается настолько сильно, что ты начинаешь понимать, что твои источники вдохновения, они иссякают. Особенно, мне кажется, это касается театрального искусства, потому что, как говорил великий Платон, в принципе, то, чем занимается любой художник, он копирует копии. Ну вот вспомни, как мы учились музыке или актерскому мастерству. Это, в принципе, во многом похоже на самом деле. Ну, по крайней мере, у меня это было похоже с моим педагогом скрипичным, который был у меня. у нас каждое произведение, которое я играла, это был монолог, это было выстроенное абсолютно театральное действие фактически с внутренним монологом, с переменой состояния, эмоции и так далее. В театре это все более реалистично, потому что это связано с действиями более реалистичными и с текстами. Первое, что должен делать будущий художник, я вот сейчас говорю в целом, это наблюдать за окружающим миром. Даже этюды, помнишь, наблюденки? Ты же тоже делал, точно так же, как и я. Когда ты должен... Я до сих пор наблюдаю, как бы... Я с детства наблюдала за людьми. Это у меня любимое было занятие. Это как будто ловить какие-то характеристики. Это когда ты едешь в автобусе, например, или стоишь в очереди, и ты смотришь на человека, и ты пытаешься уловить, как художник, который рисует портрет, он должен уловить три-четыре штриха, которые скажут, да, это он, это тот человек, это модель. Вот так же и ты. Ты смотришь на человека и пытаешься со скоростью света словить его манеру сидеть, манеру смотреть, какой-то жест характерный для него. А дальше ты входишь в этого человека. Ты входишь в него и пытаешься стать им. Ты пытаешься действовать, как он, сперва переняв чисто внешнюю привычку, без психологии, да. И вот потом на уроках это показывается. У меня была целая коллекция теток из автобуса. Говорят хороших. У тебя тоже была коллекция и я тоже знаю. Скажи, пожалуйста, у тебя была коллекция кого? Ну, каких-то сумасшедших анархистов, там, 70-летних. Иерусалимских сумасшедших, которых очень много. На улицах, которые один играет под царя Давида изображает, другой, там, я не знаю. Есть. Шлахэм бакунин, ты угумля бакунин. Там всякие такие, да. Вот. И получается... Это женщина, которая ищет бакунина на иврите, как бы. Да. Пенсионерка. Получается, что ты наблюдаешь жизнь вокруг. Главный источник твоего вдохновения это жизнь вокруг. Дальше начинается литература, художественные произведения, живопись. Актеры копируют картины. Я эти этюды очень любила, когда нужно стать в ту же абсолютно позу, абсолютно скопировать картину. Да? Вот. Берется какой-то художественный портрет, какой-то группы людей, чаще всего это классом делается, и ребята становятся все абсолютно в этих позах, и надо войти как бы в этого человека чисто внешне, но войти в него, действительно ощутить, что эта поза дает тебе, как ты себя будешь ощущать, если ты вот так встанешь, или если ты вот так сядешь, что ты почувствуешь. И Платон говорит, художник копирует копии. А где взять не копии? А где взять вдохновение? Где вот эта высшая красота? Где первообраз всех эмоций, чувств, мыслей, вообще красоты? Потому что все-таки настоящий художник стремится к красоте. Тогда есть иконографический подход, как у православных художников. А источник-то он в горнем мире. Иконописцы. И я думаю, что светская православная литература может быть самый яркий пример. Это будет, ну не обижайтесь, вот я знаю, что из Гоголя и все, но это Шатару Ставели. Хоть его герои вообще не христиане, но это именно мировоззрение вполне, которое соответствует со святыми отцами, потому что он был грамотен, ну в отличие от других авторов в этом деле. И действительно, вот советую всем Витязь в тигровой шкуре. Это тоже пример западной искусства. Это некий удачный синтез такой, как бы из церковного подхода человека верующего. При этом там проповедь такого вот как бы вот такого нету, там все герои, они вообще не христиане даже. Ну и подходы романтическому удалось передать какое-то высшее значение вообще любви. Про архетип. Любви, дружбы вообще. Где находится архетип красоты, где находится архетип добра, где его найти, в каком художественном произведении, на каких картинах. Все равно ты будешь копировать уже чью-то работу. Кстати, театр в Грузии, это тоже самый там такой, который мне известен, это театр имени Шота Ростовели. Так что это, конечно, это не случайно. И у них действительно есть какая-то традиция, которую я бы сказал, неважно даже актеры, они верующие, неверующие, церковные, церковные, вот это, что человек, он образ Божий. И это тоже то, что есть у Станиславского. Потом это после революции у разных режиссеров, это вот более футуризм и механический такой подход к человеку. Но в принципе для меня то, что интересно в театре, я иду туда, чтобы видеть эти живые образы, образы Божьи. Если этого нет, тогда мне это просто неинтересно. Ну а для этого нужно вдохновение. И вот в Иерусалиме настолько сильно ощущаешь вот этот другой, как бы, источник вдохновения, что пересматриваешь всю свою творческую личность, всю свою творческую жизнь, все свои творческие идеи, они становятся как будто малозначимыми. На первый момент ты теряешься. Тут и подражаешь Христу. То есть вместо того, чтобы подражать каких-то там, я не знаю, Ромео Джильетта или, я не знаю, Короля Лира, тут у любого христианина он работает над ролью подражания, сподобления, да, Господу. То есть это и в принципе, если, но у некоторых и польских, и русских режиссеров, и театральных, не только теоретиков, но даже люди, которые практикуют это, это тоже есть. То есть понятие как бы актера как жертва тоже. Что то, что он стоит на сцене, в этом есть некая жертвенность, не только как бы распространение каких-то страстей. но это вопрос, если это не иллюзия, если это не заблуждение. Но были как бы люди, которые в основном как бы в Польше был Гратовский, Питер Брук, тоже его подход очень, я бы сказал, религиозный, я бы почти даже сказал монашеский, то есть его как бы театральный труп, это почти что некий культ. В России есть Васильеву тоже, который действительно такой тоже своеобразный. Это не означает, что у них всегда всё получается. Но они черпают всё равно из себя, из своей психофизики. Другого-то нет, а другое находится там. Вот там, куда открыт Иерусалим. И если не воспользоваться этим каналом в Иерусалиме, то ты чувствуешь, что твоё искусство просто прах. Вот это ощущение бренности, оно меня, например, очень-очень угнетало. Правда, был период большого всплеска, когда я работала у вас в спектакле, потому что спектакль Ирина Львовна сделала замечательную библейскую тему. И вот действительно построить этот древний Ханаан, построить этот мир библейский, но в то же время очень реальный и близкий. Какая у тебя была роль? Это Иосиф Ман, это по роману Иосифа. Чего? По роману Томаса Мана, я говорилась, по роману Томаса Мана Иосифа и его братья. Иосиф Ман? Я говорилась, но... Ты красивый. И вот как раз таки на мне лежала роль создания музыкального такого... такой гидропоники, музыкального, скажем так, души, которая создает свою музыку и рождает вот эти образы и переводит как бы сцену из одной в другую, из одного состояния в другое и так далее. У нас был такой спектакль на шестерых фактически. И вот, конечно же, этот путь мне казался очень верным, потому что это было очень интересно. Но опять же, какие-то актеры это понимали и искали вдохновение в каких-то все-таки мистических сферах, а какие-то воспринимали это как опять же пародию-пародии, копию-копии, что нужно просто изобразить человеческие чувства, нужно прожить обыкновенные человеческие эмоции. Еще другое дело, что надо людям объяснить, что есть люди, которые ожидают от творчества разные вещи. Для одних это культура, сходить в оперы или даже петь на оперу, это культура. А есть люди, которые что-то более глубоко в этом ищут, может быть верно, может быть это неверно, но я один из них, как бы для меня настоящая книга или произведение искусства, это не просто культура, то есть культура, я вообще не люблю это слово, это инициация, это вот руководство для, действительно, руководство для духовной жизни, как бы, если это не так, тогда это вообще, зачем мне это надо? Ну вот вам и связь театра с храмом. По сути дела, то действие, которое совершается в храме, имеет мистическую составляющую и чисто сценическую внешнюю форму. Не только словесную, главное. Не только словесную, но и действенную, так же, как в театре. Если бы в театре было вдохновение, тоже, которое в храме, то, наверное, бы мир вообще изменился, слушай, потому что театр, кино имеют же огромное влияние на людей, на нас с вами, на каждого из нас. Вот до чего мы додумались с тобой, дорогой. Вот до каких мы дошли-то вообще, смотрите-ка, мыслей. Это не только мысли, это как бы все вещи, которые будем излагать как бы и в виде видео, и в виде книги. Может быть, вас еще чем-нибудь все-таки удивим. Наш творческий поиск ведь тоже продолжается. Мы тоже чего-то ищем не только в видеоблогах и не только на Топусе. Кстати, пока я не забыла вам сказать, в эту субботу запишите, не забудьте. На Топусе будет изумительная, бесплатная, совершенно бесплатная лекция. Наша коллега Юлия Хович, гид по Израилю, историк, лицензированный гид по Израилю, очень опытный. У нее есть уникальная авторская лекция. Самая древняя карта в Иерусалиме. Ты ее видел. Это Мадабская карта. Я не была в Иордане, Рафаил был. Эта карта находится в храме святого великомученика Георгия в Мадабе. И там на полу изображен Иерусалим, маршрут паломический шестого века. Это так интересно. И Юля делает экскурсию, фотографию, то есть лекцию вот по этой карте. Она исследует эту карту и прикладывает ее как бы к современному Иерусалиму. Это будет жутко интересно. Я в этой карте и живу. Я не воспринимаю город сейчас. Так что мы пойдем, приходите и вы. Как посетить? Очень просто, прости, я договорю, как посетить, потому что люди не сосредоточатся. Что не умеют? Идешь в сайт, все там понятно. Заходите на сайт Топуса, нажимайте кнопочку «Прямой эфир». В меню, в меню страница «Прямой эфир». И там ровно в 15.00 красная кнопка большая плеера, вы на нее жмете и начинаете в прямом эфире смотреть лекцию. Там есть мессенджер, то есть, чтобы писать гиду вопросы, пожалуйста, будьте корректны. Всяких... Да нет, наши зрители не будут всякие гадости писать. У нас хорошая публика. Вот, пишите добрые слова, пишите вопросы. Юля, в конце ответит. И там внизу будет кнопочка, через которую вы можете поблагодарить гида вашим посильным, усердным, посильным. Короче говоря, сколько хотите, столько гиду и пожертвуйте. Мы, конечно, сейчас все без работы, но Юля делает эту лекцию абсолютно бесплатно. То есть, это не зависит от ваших пожертвований, от вашей благодарности. Но если сможете, что-то будет ей, конечно, очень нужно, потому что сейчас еще раз мы все без работы сидим. В общем, до встречи на лекции. Мы потихоньку продвигаемся к дому, по дороге еще немножко посмотрим с вами бассейн. Да, большая, конечно, очень территория бассейна. Я представляю, как здесь было, когда здесь была вода. Огромный-огромный запас питьевой воды. Плавали. Это твой дедушка плавал, да. По-моему, хороший выпуск у нас получился. Как вам? Солнечно сегодня, жарко, поэтому пришлось в тенечке сидеть. Никак у нас зима не наступит. А вот и сцена. Ну что, фуль, давай. All the world's a stage and all the men and women male players. Весь мир театр и все мужчины и женщины в нем играют роли.